Привет, зритель! С горем пополам я таки запустилась. Первое видео в этом году. У меня что-то... Как-то это... с техникой проблема. И потому пишу я на другую камеру. Короче, вот ты. Моя тут обзор новогодних подарков сейчас будет. Мы с подружкой договорились на тапочки. Она говорит, что тебе подарить? Я так сначала сижу, о чём думаю, мне подарить люди всё есть. Потом думаю, блин, у меня же тапочки сдохли. Я говорю, хочу тапочки. 35 размер. Ну, вообще тут написано 36 дробь 37. Но они, я думаю, слегка маломерят. Потому что они мне вообще вот так конкретно практически впритык. Один в один, короче. Вот такие мягкие тапочки. У меня есть розовые тапочки для гостей. Она в них как раз ходит, когда приходит ко мне. Называются эти тапочки... Восемь лошадей. Мягенькие такие под цвет. Обычно коровы такого цвета. Ну, может, и лошади, не знаю. Розовые тапочки под цвет, короче всего. В общем, розовые тапочки. Я, правда, сейчас в шерстяных. Сестрички мои подарили мне, она, правда, сейчас уже наполнена, такую замечательную стеклянную конфетницу. Умс. Ну, как бы так вот тут. У меня тут самопальные какие-то конфеты, типа как по рецепту из кукпета, из того случая, когда написано одно, состав другое, получается вообще не помечок. Из сухого молока, сливочного масла, еще чего-то там с лесными орехами. Короче, такие как бы конфеты. Потом у меня тут, как звать-то его, цукаты из грейпфрута самопальные. Потом немного самопального шоколада с кедровыми орехами, немного шоколада покупного, который мне тупо подарили. Вот она. Она у меня на кухне стоит. Я сейчас снимаю как бы даже без управления телефоном, с фиговым своим зрением. Ну, я поставила наследящий следить за моим лицом. Так что, я надеюсь, все нормально будет. Ой. Такс, у меня тут очень интересный подсвечник. Вчера мне друзья задарили. Вообще, у моей подруги муж, такой замечательный мужик, он делает по металлу и по стеклу всякую такую трябедень. И вот, я думаю, это можно заасмрить будет. Светска и подсвечник. Я думаю, там видно, что это кошка. Ну, по крайней мере, я сразу поняла, что это кошка. Фоточку кошки можешь посмотреть, кстати, в этой самой, в телеге. Вот. Надеюсь, она тут в кадр лизает. Я пришла к выводу, вот прям в четвертый день этого года, что на Алиэкспресс все-таки нельзя флешки покупать, потому что у меня она сначала работала, работала, а потом файлы побились, она 64 гига Samsung от продавца магазина Samsung официального. Не знаю, что там, видать, это продают весь неликвид, который вообще никому нахрен не сдался. Потом работа, другая работала, работала, и стала такие же баги выдавать. И те же самые баги выдавала флешка, которую Samsung я покупала, типа якобы официального продавца на Whiteberries. В общем, говнище. Те две Samsung, которые я покупала когда-то давно и очень давно, они в ништяк работают. Единственное, они все забитые, а в этом году будут как-то пооперативнее монтировать то, что я снимала до этого. Как бы обзор краткий ты уже, наверное, видел. Наверное, еще в прошлом году, потому что в прошлом году я это и забрала. Один у меня уже в использовании, это от Катюши. А другой у меня как бы вот еще запечатан, это Mixit Just Shower Gel. Короче, с этим самым освежающий гель для душа с экстрактами клубники и манго, 300 мл от русской фирмы Mixit, про которую я вот когда-то где-то читала, а поюзала только благодаря Катюше. Очень хороший такой гель для душа. Он таким этим арбузом пахнет. Вот приятно очень пахнет. Хорошо мылится, хорошо пенится, кожу не сушит. Мне очень понравился. Вот там было два их в наборе. И один запечатанный еще как бы в запасе, а другой вот распечатанный стоит в ванной. Ой, от свечных свигакнулся, точнее этот свечка упал. Потом, от тех же друзей, от того был посвешник. Моя задарились шоколадка. Мне такую шоколадку дарили, кажется, в прошлом году, может, на Новый год, может, на 8 марта родственники. Я такую шоколадку уже пробовала, и она мне понравилась. И мне как бы еще дарили шоколадку, ну как, как бы, есть у меня родственники, которые черный шоколад не едят, едят только молочный. Поэтому они как бы, если у них вдруг случаются черный шоколад, и никто его есть не хочет, они и говорят, «Лёля, ты же ешь черный шоколад? У меня неполная плитка лежит в холодильнике». Я ее не стала доставать, она нам просто черная. Кстати, одной и той же фирмы. Коммунарка. Кондитерская фабрика 1905 года, белорусская. Шоколад горький с начинкой, из пюре, из черной смородины. А 200 грамм. Вот сейчас как раз это мясо, у меня там было красное вино. Пришла ко мне подружка с ужасно противным каберне красным. И вот даже в чай, когда помираешь в очередной раз, пить неудобно, невкусно. И я его думаю, «А что красное вино?» В нем же мясо делают. То есть, купила свинины в мякоть этой самой какой-то части ноги, но при этом без кости. Я забыла, кто там. По-моему, окорок, но без кости. Короче, я его располовинила. Там где-то 900 грамм у меня вышло. Половину залила этим вином. Положила туда розмарин, соль розовую и вот этот самый кориандр молотый, который в хлеб кладут. Ну, он у меня куплен, чисто чтобы хлеб класть, еще куда-нибудь. Засунула, обновила в этот пакет мешок. Ну, силиконовый мешок, короче, для теста или тесто делать, или мясо мариновать. Он у меня пока... Вот я думала, там в рецепте написано полчаса мариновать, в другом рецепте написано сутки, а я на 4 часа отрубилась, а уже сейчас больше, уже пятый час мариновать. Сейчас тут запишу этот ролик, поставлю мясо запекаться, а потом с чайком, после того, как мясо поем, вот эту шоколадку поплю. Так вот, у меня тут и чаек есть. Я перед Новым годом очень сильно планировала где-то с середины лета записать обзор моей чайной... Остатки был и роскоши чайной коллекции. Ну, как-то не случилось. Вот хорошо, что не случилось, потому что тут еще пара чаев мне тут подарили. Белая обезьяна это исключенный зеленый чай и производится нежной флеши. В общем, белая обезьяна у нас где-то лучше продается. Причем я так поняла, что у магазина есть еще какой-то... Ну, короче, два магазина с одним названием. Мне сказали, где, я забыла. И еще Билло Чунь. Билло Чунь меня как-то присылал товарищу, зрителю Влад. Не знаю, смотрит, но меня, наверное, уже давно не смотрит. По крайней мере, комментов от него давно не было, наверное, уже не смотрит. Это у нас русская чайная компания. Мне вообще с русской чайной компанией давно знакомо. Чайный развес у нее давно покупала. Еще давно-давно. И они мне нравятся. Хорошие, качественные чаи. Еще у русской чайной компании раньше был такой чай, назывался Мате Карнавал. Мне так нравился там Мате жареные, цветы кактуса, какао, еще какая-то требуха. Но я больше его давно уже нигде не видела. Я лет 10, наверное. Но он мне нравился. Чайок такой. Я сегодня, может, заварюся какой-нибудь из них. В шоколадику такой. Это вторая часть подарка от Катюши. Просто оно у меня стоит в запасеках. И я его пока это просто достала, думаю, показать. Если тебе интересно, ты можешь полноценный малюсенький обзорчик беглый глянуть по хвалу, по хлаву или как там ее мы с подружкой скомячили. Что-то она вам так понравилась. Она никогда не пробовала, я никогда не пробовала. Мимо как-то проходили, ну, как-то ни к чему. Я даже когда в Казани была, как-то мимо меня эта пахлава прошла. И мы с ней поняли, что это нам понравилось. На магазине, если увидим, как-нибудь купить. Короче, тут вот в косметичке у меня косметичка. Маска для рук с коррите. Я ее еще, соответственно, не юзала. И три кремика. А один кремик у меня на кухне в использовании. А нет, даже я его с собой взяла, короче. Вот с коллагеном я еще не юзала, соответственно, даже не открывала. С алоэ такой же. Удобные, кстати, форматики. Можно в сумочку также положить. С этой самой гиалуроновой кислотой тоже еще не юзала. А вот с розой, ну как, ты, наверное, в курсе, зритель, я люблю вообще роллу. Да я алоэ люблю. Ну, короче, я первым открыла, конечно, розу. Она обалденно пахнет, очень хорошо впитывается, нежная такая кожа становится. Быстро впитывается, кстати, сейчас можно помазаться. Такой между плотным и нежидким. Так. И обалденно пахнет розовой эссенцией. У нас в деревне в двух местах есть дикие розочки, такие очень, ну как бы, вот есть роза, которая пахнет розой, не пойми как. Есть роза, которая пахнет, вроде как пахнет, но не чувствуешь. А есть вот такая розовая эссенция, эссенциальная роза, мне так сказали, она называется, не знаю, как на самом деле, может и не так, но в народе вот так одна женщина обозвала. И вот там, они небольшие такие розочки, розового цвета, также вот под цвет вот этого кремика в упаковке. И они, много-много-много-много-много-много вот этих лепесточков, обалденно так пахнут розой, вот этим, эссенция такой розовой, вообще, круто. И растут у нас там в паре мест в самой деревне и еще там в одной деревне. И вот это как раз пахнет именно так. Обалденно. Спасибо, Катя. Так, ну, у меня тут еще пара полотенечков. Ну, как бы, такая салфеточка новогодняя с зайцами. Вроде как, год кролика, который попутно кот, кот, кролик, дробь, китайская мудрость, грелосит, крыса забыла, мышка забыла сказать коту. И он не пришел на сабанту и 13 животных. А вместо него, вроде как, пришел кролик. И вот кролик пришел, а кот не пришел. Гляньте корзинку фруктов. Я первую старую вариацию смотрела, даже немножко мангу полистала, а новую вариацию еще не смотрела. Там как раз вот эта история обсуждается. Так вот, почему-то, видимо, тут тоже забыли про кота и везде этот кролик. А то, что год кота, не только же кролика, а кота. Это у меня от одного человека, а это такая, как бы, новогодняя салфетка. И мне было сказано, надо новогоднить изтуда постели, когда будешь хомячить на кухне. И я вот хомячила на ней. И она у меня в кадр вся не лезет. Она большая. И мне хочется чихнуть. Но я ее как тут. Тут, короче, этот Дед Мороз, где-то там вдалеке какая-то деревенька у Деда Мороза такой фонарик тут. И что это? Снеговик. Мешок у снеговика с подарками самой хоть гляну, что тут повнимательнее. И санки. И видать, Дед Мороз заблудился, светит фонарем и так смотрит, куда бы с этим, со снеговиком-то податься. Тут еще в мешочке игрушечка такая медвежоночная. Вот, короче. Такое. Его можно поюзать потом как полотенечко, но оно выглядит как салфеточка. Я вот думала, может, ее там на микроволновку положить там это сверху. Так вот красиво будет. Но на микроволновке она большевата. А можно, правда, пока этот Новый Год идет, ну, в смысле, отмечание, там еще православное Рождество у тех, кто его отмечает. еще, по-моему, до 19 января можно весь этот Новый Год с елкой отмечать. Положить его, салфеточку, и на ней хомячить. Так, это у меня у все подарочки. Там еще есть посылочка, но я ее отдельно обозрю. Я сейчас еще попробую все-таки реанимировать какую-нибудь флешку для камеры. Хотя бы с комбо оглянуть та флешка, которую я пытаюсь ставить. Что на ней есть там, что на ней или нет. Ну, это, всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Надеюсь, оно у вас есть. Если еще до сих пор нету, ну, вот, в стиле мурашек. Кстати, тут ролик будет мурашечный. Я так планирую. Тут где-то бегало новогоднее настроение. Зритель, вот тебе! Вот здесь вот новогоднее настроение. Держи его и не отпускай. Будет у тебя все хорошо. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok